Не помню, какой год был. Мы всправляли в Кингисеппе у дедушки в доме. Мне подарили футболку Баруси Дортмунд. Как раз к этому подарку, я еще помню, мне бабушка подарила такое миниатюрное радио маленькое, как переносное с наушниками. Мы легли спать на втором этаже там все и просыпаемся в три или в четыре утра и, короче, крыша горит, пожар был. Ну и нас там дедушка, папа уже, давайте быстрее, мы сон и ничего не понимаем. Но когда они начали уже жестко нам говорить, что пора уходить, мы вышли, все выбежали. Я помню, я был одет в дедушкиную куртку, короче, штаны тоже дедушки. Ну, в общем, я выглядел как это пугало, да, и сапоги сорокового размера. Случился пожар и сгорело и радио, и вот эта футболка. Ну, больше всего я. Сожалею, что сгорела футболка. У нас было так, что почему-то в семье у нас всегда было смешное, весело, и или батя, или кто-то мужского рода одевался в снегурочку, а дедом Морозом была чаще всего мама. Такие смешные всякие вещи были. Желаю вам, чтобы вы всегда проводили Новый год в кругу семьи и тех людей, которых вы любите. Здоровья вам и счастья! Уважаемые болельщики, у меня есть для вас вопрос. Кто правильно ответит, получит. Футбольный мяч с автографами всех футболистов. В футболке какого клуба я первый раз приехал на просмотр в Санкт-Петербург, в футбольную школу СМИ. Санкт-Петербург